Морган Штерн исполняет Анна Шатилова. Но в душе, в неглиже, я романтик Алишер. Джонатан, между нами какая-то пропасть. Они думали, что никогда не произойдет. Смотри. Мы, ну, спародировали. Штампы. Грубо говоря, да. Купики-пупики, и пошло-пошло-пошло. Не лето, любимка. Дорогие товарищи, сообщаю вам, что Юрий будет дуть. С той поры, как нам сообщили, что ты умерла. Идет программа «Время». Мне неинтересно. Я раз на Яндекс, стримы всякие, у него новости. Но там сплошной мат. Но все по делу. Фейк, фейк. Сначала на нижний регистр, потом на верхний. И поэтому получается горочка. Дорогие товарищи, хочу вам сообщить, что Стрелец молодец. Я хочу сказать о наших подругах Кларе Цеткин и Розе Лексимбург. Потому что именно они боролись за женские права. Ты садист. Я доминант. Дайте еще часть. Привет. Молодец. Сейчас у вас начнется звездная жизнь. Будете все консилеры, хайлайтеры различать. Будете все ходить в консилерах. Да. Консилер Витальевич. Можно? Консилер Витальевич. Консилер Витальевич. Хайлайтер Ибрагимов. Ну все, другой человек совершенно. Все, я другой человек. Преображение. Ну и вечер. Ребята, сейчас отработаем очки. Потому что я взяла две пары. Цепи это сейчас самое модное, что есть. Как же, я знаю. Вы трансцентер. У меня еще килограмма два. Я уж не стал этих цепей. Она так тихо говорит, а я... У нас перепад будет. Надо нам в одном. Но я вот как-то всегда с посылом таким. А у вас такое интим. Такое интим. Девушка, вы к нам из Голливуда. Прямо из Голливуда. Голливуд уже нам не указ. Анна Николаевна, как мы рады вас видеть снова. Спасибо. Год назад мы с вами встречались. Вы записывали своим выдающимся, не побоюсь этого слова, голосом заставку для моего канала, что для меня огромная честь. Привет. Молодец. Вы в эфире были почти 50 лет. Вы в свое время были ведущие программы «Время», «Голубых огоньков», парадов, всевозможных парадов. Практически все самое рейтинговое вели вы. И помимо... Когда мы слово «рейтинг» не знали просто, работали и все. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Говорит и показывает Красная площадь. Прямой эфир, огоньки, каждую субботу. И наши советские люди скорее делали все дела. Ой, сейчас огонек начнется. Я говорю, чем хороша вот моя работа диктора и телевидения? Сколько она дала интересного? Шаболовка, суббота, студия «Б» самая большая их были. А, а прямалая «Б» и «Д». И в студии «Д» уже столы, суббота. Сейчас начнется прямой огонек. И как это платье нет? Чего-то где-то надо как-то себя, так сказать, образить, чтобы хорошо выглядеть. Вот, и эти огоньки, сколько космической эры. Все космонавты у нас, а нас было 10 дикторов всего. И Гагарин, и Титов, и все артисты, народные, разнородные. И, ну, просто прелесть, просто прелесть. И прямой эфир, камеры, вот, ребята. Посмотри, какая изящная сейчас камера меня показывает. Просто изящная. А тогда это были огромные камеры, как танки. Вас ваши коллеги иногда называют не Анна Шатилова, а Анна Шутилова. Шутилова, да. Потому что вы очень женщины. Ох, люблю, люблю пошутить. Шуточки любите, энергичные. Да, они уже знают, конечно. Люди вашего поколения, сейчас новый интерес к ним. Например, Дроздов сейчас на обложках модных журналов. Ваш ровесник. Да нет, Николя. Он же, я его так зову, мой друг большой. Вот человек, понимаешь? Он сейчас же реклама какая. Он рекламирует, да. Модные бренды, да. И танцует. И что ему нужен? Он йог. Ему нужен коврик. Ему нужны кроссовки, микрофон и кроссовки. А микрофон, потому что он поющий. Иногда можно быть 80 с лишним. Более молодым энергетически, чем какая-то молодежь. В прошлый раз, когда мы с вами встречались, когда записывали нашу заставку, вы говорили, что будете осваивать смартфон. Как успехи? Я не знаю, как он называется. У меня вот такой большой планшет. И я уже год, наверное, меня Сева, мой старший внук, быстренько обучил. Когда что-то, я там за городом что-то, второй внук, Ань, вот эту кнопку надо, то-то. Так что я, пожалуйста, хотите в 5 утра, если бессонница, я включаю, смотрю, какие новости, что, где случилось. Да, я уже ориентируюсь. В Яндексе я, вот это, Ютуб, это главная линия, но там смотреть нечего. Какие-то мальчики, какие-то эти картинки, квадратики, экран у меня большой. Поэтому я раз на Яндекс, там у меня друзья есть. Канал Здравого Смысла, Евгения смотрю, слушаю. Стримы всякие. В общем, да, да. И ловлю себя на том, когда я отключаю телевизор совсем, идет программа, время. Мне неинтересно. Я отключаю, все отключаю, чтобы была тишина, и погружаюсь, ищу. Я люблю. Там вдруг, знаешь, выскакивает о королеве, я очень люблю английское, о ее семье. Какие-то рецепты, какие-то о наших артистах, о наших телевизионных каналах, о шоу, критика. Ну, много. А особенно хорошо и интересно вот эти животные. Это так интересно, кошки, собаки. Если у тебя плохое настроение, и ты в депрессии хочешь плакать, вот найди эти животные, милые, котята, кошки. Это просто вот на них смотришь, и душа отдыхает. Просто красота. Урганта видела в вечернем Урганте, была очень классная заставка с вами. Со мной? Да, Анна Квинн Шатилова. Да, 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 да. Император всех эфиров, буроновостей, Кириллов. И покорная слуга. Анна Квинн Шатилова. Записывали, я простужена была. Они меня, этот Саша Гудков, мои друзья Саша, Иван, давно они звонят. Я говорю, вы хотите меня опозорить, что ли? Я, во-первых, я простужена. Время уже час ночи. Какая съемка? Нет, отменяется. Иван говорит, Анна Николаевна, неужели вы думаете, я допущу, чтобы над вами смеяться? Я приехала, все. И мы вдоль ночи это записывали, причем память у меня хорошая, только просто раз, раз, это как песня была, все. Записали, и там эти мальчики, и эти танцы. Я урганта люблю. Ребята, привет. Привет. У нас сегодня фантастическая четверка. Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева и Карен Арутюнов. У-у-у. Спасибо. Ребята, вы стали феноменально популярны за последние два месяца буквально, когда записали вашу знаменитую серию роликов, как актеры дубляжа едут в машине и устраивают какие-то спонтанные импровизационные сценки. Я думаю, что Энтони и Джессика будут счастливы. Какие Энтони и Джессика? Мы едем на свадьбу к Егору и Аленке. Егор и Аленка. Я же, Егор и Аленка. Егор и Аленка. Куда мы сели? Мы перепутали машины, но мы едем уже 40 дней. Я все понял. Я хочу писать. Мы перепутали родственные связи. И после того, как Марат Сафин, по-моему, репостнул одно из ваших видео, оно стало вирусным. И пошло-поехало. Вас пригласили на вечерний Ургант. И мне кажется, после Урганта вы уже прям стали такими звездами. Очень смешные видео появились в интернете, которые под общим названием артеры дубляжа в реальной жизни. Я вас так рада видеть. Ну, там, ваша фамилия, имя и телефон. Я нормальным голосом говорю, там, Дарья Блохина. Поэтому, можно ваш телефон? 8-9-6-7. Зашло именно то, что вы оседлали вот эту юмористическую тему. Да, это прекрасно. Ты вообще певица. Певица без образования. И легенда гласит, что ты в детстве вдохновилась Бритни Спирс таким клипом One More Time. Да, да, да. В чем в основном тебя обвиняли? То, что ты, типа, присвоила голос навигатора Алисы. Да. Но на самом деле ты его не присваивала, ты спародировала его, насколько я понимаю. Впереди камера на полосу. Через 600 метров на светофоре. Это правда, что ты иногда пранкуешь, когда с таксистами едешь? Да. Через 200 метров поверните направо. Я ехала тоже в такси. Это, кстати, видео разлетелось. Таксист попросил это записать. Из Киргизии, по-моему. Да. Он такой, а давайте повторите, пожалуйста. Еще раз. Я такая, через 200 метров поверните направо. Он такой, о, передай Бишкеку привет. Я такая, Бишкеку привет. И все это разлетелось. И все пишут, а, это она озвучивает. Я пишу, да нет же. Они говорят, да ты. Я такая, да нет же. Это она из Бишкека, на самом деле. Она сестра, а его брата. Таксист, эбра, да. Кстати, хочу сказать, что вот паблики Кыргызстана, они самые были доброжелательные. Вообще почти ни одного негативного комментария. Спасибо вам, Даша, так приятно. Поэтому я действительно передаю Бишкеку привет. Классные ребята. Бишкеку привет. Я уже рассказывала вам про первый аптечный маркетплейс ЮТЕКО. Сервис бронирования и сравнение цен в большинстве крупнейших аптечных сетей. Вы не представляете себе, сколько отзывов я получила. Это приложение реально изменило жизнь многих моих знакомых. Я и сама не могу без него сегодня. Зачем тратить время, идти в аптеку, узнавать, есть ли товар в наличии, если в одном приложении я вижу не только все аптеки поблизости, где есть мое лекарство, но также сравниваю цены и выбираю ту аптеку, где нужен мне товар дешевле. Вот это лекарство никогда не найти в аптеке с первого раза. Обычно я приходила в аптеку, заказывала его и ждала пару дней. А сейчас я захожу в приложение ЮТЕКО, выбираю нужное мне лекарство, аптеку, сравниваю цены, бронирую и могу забирать хоть сейчас. Готово. Мало того, что я выбрала лучшую цену, так еще и аптека совсем рядом. Идеально. Помимо удобства, комфорта и экономии времени и денег, ЮТЕКО хороша тем, что вы можете выбрать не только товар по запросу, но изучить удобнейшие подборки по категориям диета и спорт, мама и малыш, медицинская техника, косметика и многое другое. ЮТЕКО – это революционное приложение. 50 аптечных сетей и интернет-аптек во всех регионах страны собраны в одном удобном сервисе. А по промокоду СТРЕЛЕЦ вы получите дополнительную скидку на первый заказ. Все подробности по ссылке в описании. Про вас очень многие стали писать, что новые лица, а голоса такие родные. И несмотря на то, что и навигатор Алиса озвучивали другие люди, и не сказать, что у вас есть какие-то уже готовые озвучка в каких-то известных сериалах и фильмах, ваши голоса, тем не менее, людям кажутся очень знакомыми. Как вам кажется, почему это? Есть ли какие-то интенсионные штучки, примочки, которые вы копируете, которые у всех отзываются, и всем кажется, что вот я была уверена, что я твой голос слышала в миллионах фильмов, сериалов, и мне чуть ли не казалось, что я там актеров голливудских узнаю, кого-то озвучу. Мне часто тоже прилетало, а слушай, а вот не ты там в рекламе, не твой голос? Или там, это не ты там озвучишь? Я говорю, да нет. А мне так было, блин, да нет. А хотелось так сказать, да, потому что я так хотел ворваться уже в эту озвучку, озвучание, озвучивание. Думаю, господи, как же правильно это в конце концов. И мне все такие до этого говорили, что, блин, тебе надо. Ну, когда ты просто обрекалываешься. Ребята, давайте сходим когда-нибудь. И говорят, блин, тебе надо там в озвучку. Я говорю, да я знаю, ребята, а как туда попасть? Черт уж давай. А я не знаю вот этого. Да. Дело в том, что просто это все немножко похоже. Мы, ну, спародировали штампы голоса. Грубо говоря, да. И штампы, и голоса мэтра, в которых мы слышим в фильмах, мы просто берем их голоса и как-то интонируем так же, как они. Ну, вот проведи короткий мастер-класс, чтобы говорить таким голосом. Вот как надо интонировать? Зажимаю где-то здесь. То есть, если мы говорим вот так, то есть, как будто голос у меня идет откуда-то отсюда. Он где-то вроде и не снаружи, и не внутри. Примерно застрял здесь. Как косточка. Как индюшатина. Многое идет от состояния и придыхания. Где-то здесь. Ты создаешь просто драму, говоришь, Джонатан, между нами какая-то пропасть. Ты зажимаешь гортань? Зажимай гортань, если технически, да, сейчас разберем? Смотри, ты назвал это придержание. Ты немножко прижимаешь гортань. Потом при обычной речи мы не используем при дыхании. Потом ты начинаешь добавлять потенциал диафрагмы, и ты включаешь при дыхании. А потом ты опускаешь сначала на нижний регистр, потом на верхний. И поэтому получается горочка. Диафрагма – это мышца, которая находится вот здесь. Эти голоса, которые мы слышим, они, я говорю, более-менее так или иначе похожи от фильма к фильму. Поутрируйте. Поутрируйте. В России ментально так люди не разговаривают, а на Западе, в Европе, особенно в Америке, они эмоционируют, когда разговаривают. И почему... Да, там есть, например, австралийский диалект, ну, о май гааш, надо тоже улавливать, когда они говорят там все американские, о май гааш, ты понимаешь, Европа, они более такие, как-то как-то приближенные к России, например, мы много там французского контента озвучиваем, они все тоже такие. Китайцы, которые просто на любую штуку реагируют. Когда я приехала в Японию, целый год, ни жилья, ничего. И там эфир, конечно, черно-белый был, вот мой год еще, выходила в субботу и в воскресенье. И вдруг японцы мне говорят, Анна Сан, вы должны обязательно писать беседы о Советском Союзе. Я говорю, как, я? Да-да-да, Анна Сан, вы должны писать. А у них на экране, если у нас идет надпись по горизонтали, то у них по вертикали сбоку, здесь ведущие и по вертикали. И я думаю, я люблю писать сама все. И тема бесед, о чем? Ну, они мне подсказывают. И впервые, это 73-й год, ребята, впервые, какой прогресс был в Японии. Я в Токио, в студии, а мне прямой звонок идет от зрителей с острова Хоккайдо, из Саппоро. Он звонит и говорит, в студию, Анна Сан, расскажите о советском мороженом, оно очень вкусное, у вас в Гуме. Представляешь? Я написала, а там действительно были тогда в Гуме вафельные стаканчики такие, очень вкусные. Вот, расскажите о цветах, о березах, о детях, о пионерах. Тем было, ну, за весь год очень много. Я писала эти, мне это нравилось. А японский, вы же изучали японский язык? Так как я была брошена, так сказать, рядом со мной никого не было, только в студии был, Нита Сан, переводчик, профессор, мне надо было как-то осваивать вообще японский язык, чтобы передвигаться, потоки. Что мы делали? Каждый четверг моя бригада телевизионная, Сасаки Сан, режиссер, Сузуки Сан, ассистент режиссера, очаровательная японка, с блокнотиками. Я у них спрашивала по-японски, вот как мне сказать это, как это, и чисто механически заучивала. Они у меня спрашивали, а как по-русски? Она, Сузуки Сан, причем они все в линзах, линзы в глазах, про линзы тоже могу рассказать, все записывали. И представьте себе, мы делаем паузу на три дня в наших программах, и они меня везут как бы-то под Фудзи гору, вот опять же гора, да, у нас гора есть гора, а у японцев Фудзи яма, яма гора, вы видите, какой у них? Фудзи гора, у них Фудзи яма. И вот они меня привезли, деревянные такие эти дома, ну, домики, береза, ностальгия была страшная. И у них же очень свободно, стены, огромный экран, огромный вот такой термос с чаем зеленым, пиалушечки, мы сидим на полу, только приехали в этот, как бы, однодневный дом отдыха. Сидим мы, так как я гость, и, значит, этот тепловой, этот, ну, холодно, прохладно, у них как-то там, поэтому обогреватель только сзади меня, все, мы пьем чаек, и экран огромный, и я вижу головы, бритоголовые парни, тогда мода еще не было, как сейчас ребята все ходят брит, одна, и по горизонтали, вторая, третья, четвертая, я говорю, Сузуки-сан, это кто? И вдруг она мне говорит, так оживлю, Анна-сан, это саданул под сердце финский нож, то есть она строчкой из стихотворения Сергея Есенина «Письмо матери», она, видно, по-русски его учила, там это уже и на песню переложат, снится драки, саданул под сердце финский нож, и мы так хохотали, она поняла, то есть она объяснила, что это вот головорезы, убийцы, но так как она слов никаких не могла найти, и она очень ясно сказала, это саданул под сердце финский нож, вот, понимаете, и, конечно, вот того запаса знаний японского, вот, заученного наизусть, мне было достаточно, чтобы свободно ходить по Токио, общаться, говорить, в магазине объясниться, что-то купить, поменять и прочее, прочее. И я все-таки, то, что вот мы в советское время как-то не изучали вот так языки иностранные, но я поняла, как хорошо, сейчас вы все почти владеете иностранными языками, как же это важно. Вообще, ты чувствуешь себя полноценным человеком, когда ты понимаешь по-английски, французский, какой красивый. Раньше же Россия по-русски, жили наши богатые люди, дворяне, жили в своей стране, по-русски не говорили, только по-французски, кузнецкий мост, только мода, только мода, да, только мода французская. Это я сейчас громко говорю, а японцы, они как вы, Надежда, они говорят очень тихо, спокойно, еще даже ручки так складывают и немножко с поклоном, а я уже, видите, как ворвалась, да. И я выучила, я, диктор телевидения, Энэчкей. По-японски это звучит так. Ватак сива, Энэчкей, ты говорила у Урганта, что твоя коронка это рык Симбы, лошадка, барашек и бурундуки из Элвина и Бурундуки. И один из самых популярных комментариев к Урганту был, почему ей не дали поговорить голосом Бурундука подольше. Потому что у нас эфирное время было. У нас чуть побольше эфирного времени. Хорошо, как ты хочешь. Какая прелесть. Спасибо. 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 Хочется погладить, да? Я вам раздам карточки. Там будет одна и та же фраза. И будет написано, чьим голосом ее надо прочитать. Остальные должны будут угадать. Дамы и господа, какой ерундой вы здесь занимаетесь? Стыдно! Гудков. Гудочек. А дальше. Слушайте, я не знаю. Дорогие друзья, ну какой ерундой вы здесь занимаетесь? Ну, стыдно должно быть. Стыдно. 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 Я просто знаю ответы, поэтому я помалкиваю. У меня будут. Дорогие друзья, ну какой ерундой вы здесь занимаетесь? Стыдно. Стыдно. Я так вижу. Никита Сергеевич. Да, Никита Сергеевич. Сергеевич это другой, который... Это его друг, если что, он над ним не издевается. Я твой этот маленький личный эхо-локации все время поправляю, как ссылка внизу. Товарищи, какой ерундой вы здесь занимаетесь? Михаил Сергеевич. Стыдно. Ну, примерно. Горбачев. Горбачев, да. Сашка, все, у меня бита. Спасибо. Так, у меня здесь... У тебя посложнее задача, да? Сейчас. Ну что ж, дорогие друзья, какой ерундой вы здесь занимаетесь? Стыдно. Опасно. 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 Губерниев. Да. У меня всего две. О, ну это... Ребят, параки, друзья, какой ерундой вы здесь занимаетесь? Стыдно. Вообще не смешно получается. Мартиросян. Кто же это? Ну что же... Кто же это? Знаете ли вы, кто такие инфлюенсеры? Кто? Инфлюенсеры. Инфлюенсеры – это что-то связано с простудой. Туберкулез или что-то, нет? Не совсем. Инфлюенсеры – это вот от английского. Это значит, лидеры мнений, люди, за которыми смотрят в интернете. Это человек, чье мнение важно большой группе людей, за ним следят, что-то там копируют, повторяют. И вот таких людей очень много и на Ютьюбе, которые вы упоминали, что вы осваивали, но вам там не очень понравилось, насколько я поняла. Есть еще Инстаграм, слышали о таком? Я слышала, но этого у меня нет. Нет, я только Яндекс и пошел. И вот это Ютьюб, главную линию. А сейчас еще очень модная социальная сеть Клабхаус. Это повысит кровяное давление. Мне это не надо. Мне достаточно того, чем я владею, то информация, которая там выскакивает, да, моды, ну все, чего там только нет. О людях. И вот если говорить об инфлюенсерах, про современных мы попозже поговорим, ну то есть люди, за кем наблюдают, аудитория, за кем, у кого много фанатов, поклонников. Вот в 60-е годы кто это были? Космонавты, Магомаев, там певцы, какие-то. конечно. Все те, кто в глубоких огоньках Тогда же не было такого, знаете, не было желтой прессы. Магомаев появил, молодой, худенький, я помню, съемка закончилась, он сел за фортепьяно, поет замечательно, конечно, Магомаев, а Кобзон, что вы, это было замечательно. А из современных, вы знаете кого-то из модных современных певцов? Ну а как, кто их не знает, они же, так сказать, по списку на экране? Зимфира. Слышала, сейчас это «Зет» дают рекламу, «Голос», «Первый канал», «Дети». И иногда член жюри, женщина, не понимает, куда она прошла, Светлана Лобода. Она не понимает, куда она пришла, и о ком она будет говорить, и с кем. В таком виде. Ну разве можно просто оголенной садиться в эфир, и все. И я читаю комментарии, наш зритель не дурак. Такую дают оценку, действительно, а она не понимает. Егор Крит, да? Да. Ну слышала, молодой парень, Егор Крит, и вдруг он мне стал так симпатичен, я смотрю, он в жюри, он, пожалуй, там самый такой достойный, он ведет себя. Ну баста, ладно, уже баста, уже стал, знаешь, уже такой парень, все его знают, телевидение его раскрутило, а этот парень впервые робко входит, так сказать, в эфир, и он мне очень симпатичен. И я люблю, если я вот встречаю где-то там, я обязательно ему выскажу свой восторг, обязательно, достойно себя ведет, все хорошо, уж казалось бы, и самый современный, как теперь говорят, тусовки. Нет, молодец, парнишка, просто молодец. В прошлый раз мы с вами делали озвучку моей заставки, которая на канале я уже год использую, год уже скоро канала, и вы так здорово озвучивали, я бы вас попросила повторить. Стрелец, молодец, стрелец, молодец. Дорогие товарищи, хочу вам сообщить, что стрелец, молодец, это значит, знай наших, интонация, это очень важно, так же, как эмоции, интонация, я говорю, вот японцы, как мне сказали, у них нет интонации, как без этого жить, интонации одной, можно вообще, не знаю, порадовать человека, полюбить, сказать ему, интонации можно убить, можно вообще на повал, человек болеть просто будет, интонация, интонация рождает и эмоцию. Вы знаете, кто такой Юрий Дудь? Да, худой мальчик, ему надо поправить. Я когда вижу Дудь, интервью с кем-то, мне жалко время тратить, думаю, это очень долго. Дудь, И они говорят, Юрий будет Дудь. Юрий будет Дудь. Дорогие товарищи, сообщаю вам, что Юрий будет Дудь. Дорогие друзья, очень радостная весть, Юрий-то будет Дудь. Монетка, я слышала. Монеточка есть. а Моргенштерн, он такой модный, и все, он на зайце, похож на Васильева, да? Да, да, да. Ну, просто одно лицо. Как он поет, каким, девочки? Моргенштерн исполняет Анна Шатилова. Ну, в душе, в неглиже, я романтик Алишер, я так верил в эту вашу, блин, любовь. Браво! Слушай, что творится? Мне с вами весело, но опасно. Нелета. Слова. Как ее зовут? Его. Нелетто. А, это мужчина? Да. А, этот парень мне нравится. Нелета, любимка, я просто трачу себя, я без сдачи в тебя. Пьяный врач мне сказал, между нами стрельба, между нами война, между нами пальба, между нами вода, между нами вода. Все ясно. Все ясно. Браво! Хороший парень. Давай еще кого. Следующий. Кто следующий? Недавно я пришла в гости к своим друзьям. Они сняли очень стильный офис в центре. Признаться, я подумываю об аренде пространства для себя и своей команды, поскольку планирую расширяться и масштабировать бизнес. Так вот, я спросила у друзей контакт их менеджера по коммерческой недвижимости, но в ответ услышала, что я бесконечно устарела. Сегодня все продвинутые люди находят коммерческую недвижимость на Циане. И даже локации для съемок я теперь ищу там. Например, сейчас я нахожусь не за городом, а в самом центре Москвы. И нашла я эту локацию на Циан. А уж если вам нужен офис вашей мечты или любое другое пространство под нужды вашего бизнеса, то все просто. Заходим в приложение, выбираем коммерческую недвижимость в поиске. Далее выбираем тип помещения. В нашем случае это офис. После указываем ценовой диапазон и другие нужные параметры. Готово. Новенький офис почти ваш. На Циан вы можете найти большое количество предложений, для аренды и покупки любой коммерческой недвижимости. Будь то офис, складское помещение или что-то еще. Все подробности и ссылка в описании этого выпуска. Были такие первые сериалы, просто Мария и... Богатые тоже плачут. Пафосно короче, да, читать? Там прям вот так все. Ну, как мы, собственно говоря, и делаем, да? Утрированно. Еще более утрированно. На комментариях пусть напишут, чья пара была круче. А, е-е-е-е. Ну что, поехали, ребята? Наш сын. Да, Луис Альберто. Сын, которого я отдала много лет назад продавщице лотерейных билетов. Сын, которого я родила, когда ты меня отверг из-за недоразумения. Как и сейчас. Я сдерживал смех. Нет, Мария. Больше не будет никакой ревности и сомнений. Я научился доверять тебе полностью. А ты уверен, Виктор? Да, 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 Мария. Я уже совсем не тот. С той поры, как нам сообщили, что ты умерла. Я понял, что ты для меня значишь, Мария. Виктор! Я научился любить по-другому в следующей серии. По дурио, по гунду. Браво! Вы много-много лет вели программу «Время», но сейчас формат новостей есть в Ютубе. Я не знаю, Ютуб это не Ютуб. Я звонила, во-первых, Стас Садальский, сейчас он исчез, не знаю. У него новости дня. Так было интересно. Он и лимончик в кадре порежет, и чайку попьет. Он весело, добродушно. И мой друг, телефона его не знаю, от Аркуша Нишвили. Вот у него. Вы не видели? У него новости. Но там сплошной мат. Но все по делу. Так, а что у вас, Надежда? Я хотела вам показать форматы новостей на Ютубе. Ксения Собчак, какие делает новости, и Артемий Лебедев. Крашеный такой, да. Крашеный. Сын Толстой. И разблокировал главного редактора «Эсквайр» Сергея Минаева, его оппонентку, фемактивистку, Лизу Лазерсон. Минаев объяснил бан стукачеством феминисток, недовольных резкостью его комментариев. Лиза Лазерсон стукачеством противников, новой этики. У нее звучит голос хорошо, все, а главное, ей доверяешь, потому что она умна. Она, знаете, она может и так, и так, пожалуйста, и пошутить, и посмеяться, и над собой, и над другими. Она вот такая женщина, девушка, знаешь, неожиданность. Артемий Лебедев, это я, нашел у Юлии Навальной немецкое гражданство. Оказалось, что это признал сам дизайнер и заявили в Митке. Что он Юлию? Да, мне прислали картинку, которую, очевидно, прислали. Оказалось, что я слишком сильно поторопился, что картинка просто на фотошипе. Да, да, дурак. Конечно, у Юлии Навальной немецкого гражданства, по крайней мере, в том виде... Ну, а что, что выскочил? Я тут же сказал, что это фейк, я тут же сказал, что я обосрался, и особенно интересно почитать к этому посту комменты. Он находится в моем телеграм-блоге. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-блог. Посмотрите на то, как сторонники Навального... А как его канал называется? Как называется Артемий Лебедев? Посмотрите, какие они используют для этого слова, и подумайте, что будет, когда эти люди придут к власти. Публичное извинение. Вам очень хочется быть троллем, но вы, маменькин сынок, выиточая, Юлия Навальная отказалась принимать извинения Лебедева. Если я когда-то обсираюсь или делаю ошибку, я обязательно прошу прощения и извиняюсь. В данном случае... Ты не делай этих ошибок. Да что, наглый? Ужас. Спасибо, что показала хоть. Надо сначала узнать материал, быть в материале, а потом оповещать. Когда актеры дубляжа озвучивают какие-то сексуальные сцены, там же они, наверное... Мне кажется, они смеются пока это делают. Это же очень забавно, наверное. Ты стоишь 20 часов у микрофона, там ничего не кажется смешным. Ты просто говоришь так... А, а, что там дальше? Это как постельная сцена в кино. Но поржать хочется иногда. Вот мы даже едем в машине, мы с первым дублем не записываем. Ну, мы готовы записать, но нам самим хочется посмеяться. Кульминация. Сексуальная сцена из 50 оттенков серого. Анастейша, того, что случилось в лифте, больше не повторится. Теперь все пойдет по плану. Его большой палец легко поглаживает костяшки моих пальцев. Сердце дает перебой. Дыхание учащается. Как ему это удается? Готово. Я киваю и хочу добавить на все. Но от волнения не могу произнести ни слова. Вежливым кивком он отпускает водителя. Ну все. Теперь ты не убежишь. Надень наушники. Я послушно выполняю приказания. Снимешь пиджак? Да. Пить будешь? Ну конечно. А есть на свете что-то такое, чего ты не умеешь? Да. Ну немного. Скажи что-нибудь. Ты делаешь это с людьми или они делают это с тобой? С людьми? Я делаю это с женщинами, которые сами того хотят. Ты садист? Я доминант. Что это значит? Это значит, что ты добровольно признаешь мою власть над собой во всем. Я стараюсь осмыслить услышанное. Ты готов? Хочешь опустим жалюзи? Мне все равно. Знаешь, что я сейчас с тобой буду делать? Люблю, брюнеток. Как ты хорошо пахнешь. Анастейши, что я сейчас с тобой сделаю? Дайте еще текст. Вчера нас собирали девушек в фонде Кобзона, 28 человек. Нас одни женщины. Все, артистки, вечер, угощали очень интересно. Замечательно было. И в честь женского дня то, все, все за женщин, о женщинах. И я вдруг, вот я должна что-то сказать, я говорю, вот, дорогие подруги, мы все о себе и о себе. А я хочу сказать о наших подругах Кларе Цеткин и Розе Лексенбург. Потому что именно они такие боролись за женские права. И 8 марта, Международный женский день, это благодаря им. Это были очаровательные женщины, особенно Клара Цеткин. Она была и красивая, и с юмором, и очень активная, любила любовь. Я говорю, представляете, какой случай с ней? Она влюбилась в сына, в сына своей подруги, в сына Розы Лексенбург, который, в общем-то, молодой парень. Вот. Это все из журнала Стори. И у них с Розой Лексенбург начался скандал. Но потом они это отрегулировали, и опять, так сказать, движение о женщинах. А теперь я в дороге не журнал, а планшет. И вот вчера ехала из-за города, и все. Ну, я там тоже нахожу что-то интересное. Опять же, о людях, которые... Я люблю. О Никола Тесла, вот о всех этих событиях, научных этих достижениях. Все об этих интереснейших людях. О Мархаям, высказывания там, день жизни, там артиста той же королевы английской. Права есть, права есть. Что особенно, так сказать, бороться? Во власть женщине идти не надо, мне кажется, зачем? Но иметь свой стержень, иметь свое убеждение, знать, что хорошо, что плохо. И не обязательно вступать в партию какую-то, чтобы отстаивать. Просто оставаться человеком, понимаете? Своими суждениями. Мозги надо иметь, понимать, что хорошо, что плохо. То, что сейчас творится в Америке. Вот это вот вся. Ужас. Ты мужчина? Нет, ты не мальчик. Я даже не знаю, как это высказать. Нет, ты родился мальчиком, но ты не мальчик, ты девочка. Ты девочка? Нет, ты не девочка. Ты на букву М. Это вообще что происходит? Вообще, вы мне объясните. Америка сошла с ума совершенно. Мы всегда ориентировались на эту страну. Она шла в авангарде. Хочешь, не хочешь, но Америка это было. А сейчас Америка? Она просто полная дебилизация страны. Что у них там происходит? Катастрофа. Америка, я говорю, страна, которая задавала тон поехать в Америку. Все передовое, все. И вдруг такая деградация. Президента лишают слова, отключают микрофоны. Просто бандиты. Просто какая-то банда приходит туда. Права-то надо иметь, конечно. И голос надо иметь. И мозги надо иметь. Все это надо, но не перебарщивать. Про гоблина. Первый Володарского, вот этот гоблинский перевод. Значит, ты солдат. Ты сражаешься за кого? За 314-й батальон. Я была фанатом. Мне казалось, что вот этот одноголосый, вот этот вот перевод, тогда была легенда, что он типа скрывался от КГБ, и поэтому говорил таким голосом. На самом деле у него просто был сломан нос, и он синхронно переводил. То есть это не просто там чтение по бумажке, он синхронно слушал и тут же переводил. Поэтому это были такие вот у него странные интонации. Но это было настолько круто, и как бы не потому, что я там мазохист и люблю некачественный контент, а именно потому, что мне в этом то ли ностальгия, то ли из-за того, что вот это был тогда Дух Свободы, первые кассеты там с Ван Даммом, фильмы с Шварценеггером. И потом появились несколько уже разных там гоблиновских голосов. У вас, кстати, кто любимый? Из гоблиновских? Из тех того периода? Да, да, да. Ну, Володарский, он такой вот слишком эмоциональный. Мне нравится вот Гаврилов еще голос, который... Они думали, что никогда не произойдет. Смотри. Аладдин, вот первый диснеевский мультик, я смотрела то ли Володарский, то ли вот как... Вот этот вот... Скажи ей правду. Скажи, что это и принц. Скажи, что это и... До сих пор Аладдин говорит этим голосом. У меня русалочка. Я вспоминаю русалочку, вот ее, по-моему, вот как раз по-моему Володарский озвучивал. Когда я сейчас вижу русалочку в каком-то качественном дубляже, для меня это какой-то диссонанс. Одно дело, когда она говорит голосом мужика, такова мужика. Представьте, сейчас Володарским продолжить, например, ну, топовые фильмы, типа там, Человек-паук. Это однозначно... Игипет Питер Паркер. Успех. Ты избранный. Да, я не избранный, говорит по-испански. Берри Джейн никогда бы тебя не простила. Дядя Бен, он умер, потому что ты не пришел ему на помощь. Да, слушай, запутался с вами же Путина. Слушай, Надежда, вот тоже все обо мне знает, все. Ну, я же готовилась, да. Ой-ой-ой. Как сейчас страшно жить. Как страшно жить. Никакой тайны. Все тебе знают. Ужас. Вы также считались одной из самых модных девушек Советского Союза. Вообще по дикторам, по тому, как они одевались, сверяли практически советскую моду, потому что, ну, на кого еще тогда было ориентироваться? Вот на вас. Вот интересно, сверяли моду, но мы работали, если я, 62-го года, Шаболовка, еще Останкина не было, наверное, даже в проекте, черно-белое телевидение, и всегда только прямой эфир, только. То есть мы не знали, что такое суфлер, какая мода, когда нас не одевали, одежды каждый, кто во что гораст. Потом уже, так сказать, когда пришло время, стали выделяться деньги на то, чтобы мы могли одеться, там в ГУМ сотая секция на три недели. Куда жен политиков... Да-да-да-да-да. И вдруг переводили 200 рублей, оказывается, туда, и в течение трех недель мы должны все бежали, смотрели, ну, какой-то подобрать там жакетик, кофточку, потом ты это сдавал, если что-то понравилось, то ты выкупал, платил деньги телевидению, и этот наряд себе оставлял. Раз в три года могли что-то тебе сшить. Но художница не учитывала, я в очках, у меня строгий стиль, допустим, я читаю время, а она, не спросив, нарисовала мне рюши, 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 рюши. И я говорю, Лена, ну как, я три года жду, чего-то новенького будет в моей жизни, а ты нарисовала рюши. Все уже утверждено, уже я ни разу этот костюм даже не наделала. Ни разу. Потому что это не соответствовало моим взглядам на жизнь, моему образу. Про интернет. Вы говорили о том, что вы к интернету относитесь с опаской, потому что там очень много ложной информации, так называемых фейк-ньюс. Знаете, фейк-ньюс? Фейк, фейк, да? Фейк, да. Например, вам приписали не того мужа. Да. И главное, это ужасно. Это ужасно совершенно. Где-то ведь, бывая, что-то ведешь, люди подходят. Причем я не люблю фотографироваться. Но сейчас все, все, все. И неудобно, неудобно. И они все это размещают. И очевидно, я даже не знаю ни имени, ни отчества этого мужчины. Понимаете? И они написали, вот это муж Шатиловый. Каково его семье, если вот он видел, и жена скажет, так ты же двоеженец. Оказывается, вот ты, вот ведь неприятности. Если его жена без юмора, и она это поймет, как вот ты, как же ты можешь? Там, может, семья уже распалась? Я же ничего не знаю. То есть он с вами просто фотографировался? Просто фотографировался, и вдруг я увидел. Так мало того. Там у меня совершенно другая фамилия. Моя фамилия Девича, там написано Соломатина. Я даже не знаю, откуда это взяли. И главное, внук мой, Сева, он никак убрать это не может. Я не знаю, к кому обратиться, но это же... Это где, в Википедии? Ну, я не знаю, как это. Вот я включаю себя, и я вижу, Шатилова родилась там-то, там-то, фамилия Девича Соломатина. Ну, что это такое? Будем жаловаться. Кому обратиться? Обратимся сейчас в Википедию. Это неправильно. Да. Кто это, грубо говоря, залепил туда это? Как правильно? Правильная моя фамилия? Панкина, без мягкого знака. Вы мастер скороговорок. Михаил Прохоров. Красавец. Я не знаю, может, это вырежете, вам скажу. Красавец. Он мне так нравился. Он же в Президенты, помните? Помним, да. В Президенты. Он мне напоминал моего любимого Вана Клиберна, пианиста, первый конкурс международный Чайковского, американец. Он тоже Михаил Высокий такой. И мне позвонили из его штаба, что он хотел бы, чтобы я с ним позанималась. Мы позанимались с ним дважды. Все, я ездила к нему туда. Все это интересно. И мы с ним, я написала ему от руки скороговорки свои. Как я их понимаю, как я их знаю, сокращала кое-какие. То, что у меня, так сказать, в моей это практике. Да. И я ему написала несколько скороговорок, и одна из них купик и пупик. Подумаешь, купик и пупик, коротенькая, купик и пупик. И я говорю, вот мое ощущение, вот в скороговорке нельзя вот просто сразу начинать. Надо сначала осознать мысленно, медленно сказать, осознать, о чем это. И потом набирать темп, например, купи, ки-пу-пик. Ку-пи-ки-пу-пик. Ку-пи-ки-пу-пик, купи-ки-пу-пик, купи-ки-пу-пик. И пошло, пошло, пошло. Так каждую скороговорку к ней подходить. Все я ему вразумительно сказала. Он, как ученик, встал и говорит, она говорит, давайте я начну с самой легкой. Ку-пи-ки-пу-пик. И вдруг этот ученик, этот бизнесмен стоит передо мной и он не мог произнести ни слова. Мы так расхохотались, что просто вот кажется, да? Потом мы увиделись не это лето, прошлое у него же. Да, и я, ну, стал такой спортом, 8 часов в спортзале, то-то-то совершенно другой. Я говорю, а как скороговорки? Да, и когда он ездил по стране в президентскую компанию, ездил, и в 12 ночи меня из его штаба, так сказать, звонили, когда он приехал, хотел бы с вами поговорить. Да, я говорю, о, вы уже, он говорит, да, я вернулся. Я говорю, у вас уже там и голос, и ритм, все. Он говорит, мне ваш бычок помогает, этот бык-тупа-губ, тупа-губенький бычок, у бакобил. И вот когда мы увиделись у него этим летом, я говорю, ну, скороговорки, наверное, уже все. Как он пошел, бык-тупа-губ, тоже взял на вооружение. Это никогда никому не помешает. Какие-то лекции, какой-то, а важно, вот мы с Раисой Максимовной на эту тему, важно вот эта психотерапия, уговорить себя, что голос звучит, что все в порядке. Вот я ей говорила по телефону, когда, я говорю, почему у вас, Раиса Максимовна Горбачева, вот этот страх, голоса, она говорит, я не знаю, вот я философ была, я столько лекций сорвала, я начинаю, и у меня пропадает голос. Я делилась ей, описала все, целый трактат, все-все-все. Я говорю, это просто надо себя уговорить. Я говорю, у меня доходило до того, что вот мне вечером в 21 час программа «Время», лето, светло в 21, я подхожу к окну в дикторской, сейчас в студию пойду, ой, солнце даже светит, все на улице, да никто смотреть программу «Время» не будет. И я себя таким образом уговаривала, что я буду работать, а все равно меня никто не смотрит, даже если голос там и сорвется, понимаете? Это очень-очень важно. Мы же раньше дикторы, вы только читали, мы чтецы, мы не имели даже права от себя, мы заучили, почему, наверное, память у меня хорошая, мы должны были тексты заучивать все наизусть. Представьте, я начинала первое, провела два музыкальных киоска, я до десяти вечера там на Шаболовке работаю, а на следующий день уже в десять утра я должна вести музыкальный киоск, показывая зрителям клавиры, как будто я все понимаю. Ребят, про ваши планы, где мы вас в ближайшее время увидим, услышим, в первую очередь, и что вы вообще для нас планируете, в каких амплуа будете появляться? Ну, наверное, в первую очередь тебе вопрос, ты как идейный лидер. Группировки? Группировка, какое слово? Идейный лидер группировки. Я все же вообще вспрыгнув со скалы. Как меня можно отвлечь, как ребенка? И вывести вот так, да? Меня можно под песни, конечно, как змею, вот так вывести из коридора. Мы сейчас работаем над озвучкой сериала, двух сериалов. Называть можно? Пока нет. Я думаю, что можно назвать. Ну, скажу, да, так, французский сериал. Французская комедия. Французская комедия, где, кстати, четыре героя, главных героев четверо, тоже мальчик-девочек, мальчик-девочка, там просто вкратце ну, очень такая история забавная. Слушай, ну и круто, что вы все вместе, вас уже же так воспринимают как команду, как бренд. А еще где? Петь будете? Петь, конечно, я буду выпускать песни, Альберт тоже будет выпускать песни. на правах резидента и стендап-комика. Продолжаю эту деятельность, выступаю, участвую в различных проектах. Но мы сейчас, еще один важный момент, где нас можно увидеть, мы запускаем свое шоу, озвучки. Это такой сначала клубный формат, как вот в свое время мы делали со стендапом. Сначала прокатывали его для живой аудитории, потом плавно переходим в формат либо Ютуба, либо там платформы, дальше. Вот. У нас будут сейчас технические вечеринки, на которых мы будем оттачивать мастерство сходу импровизировать. Ну, там будут какие-то рубрики, драматургия. И потом будем уже полноценно делать это концерт. То есть цель – вывести это шоу в как бы полноценный проект и поехать в тур по городам, чтобы вся наша аудитория, зрители, которые нас полюбили, увидели нас вживую. Выпустим сейчас альбом с одной, с одним рекорд-лейблом, я думаю, выйдет сингл под названием «Глупышка на миллион». Пока открою вот такой маленький секретик. Так, а я пишу «Метальчик, транс» и также «Поп». Я и «Скримлю», и «Харш», то есть я больше в «Тяжеляк». Группа называется «Мисс Инн». Вот, ну, это мой сольный проект. А вы будете как-то вашу группировку, четверку называть? Или будете так и называться просто актеры, доближай? Пока вот нет такой надобности, наверное. Мы иногда теряемся сами, но нам сами... Вы же как бы бренд уже. У нас бренд, мы подумали, что раз он в народ так пошел, то очень хорошо так актеры дубляжа в реальной жизни приписка и нас везде так. То есть он актер дубляжа в кавычках. Это уже как бы само... Как название команды. Да. Можно посмотреть в Инстаграм, у меня там было минус 15 подписчиков, сейчас стало. Два. Ну, то есть жизнь налаживается, слава богу. Ну, зарабатывать стали? Вот я и говорю об этом, да. Зарабатывать стали и слава богу. Слово Аниси Буртаевой. Мы шли к этому, шли и наконец пришли. Благодаря нам за последние месяцы открылось около 30 школ дубляжа. Люди поняли, что на этом можно делать деньги. И это хорошо, вот в общем-то... Да я, кстати, тоже когда посмотрела, думала, может быть, записаться к тебе на... Даша, преподаватель по обустановке речи. И я даже подумала, может быть, записаться, потому что у меня там есть... А какие у вас проблемы? У тебя? У меня. Да. Ты, да, у тебя. Ну, я иногда, когда смотрю на монтаже, думаю, тут, конечно, вот я что-то не очень так... Мне кажется, ну, голос, речь поставить... Голос в первую очередь. Мне кажется, мало кому это повредит. У тебя нежный, располагающий к себе голос. Я не стала бы делать из себя диктора на Первом канале или... На Втором. Как-то сильно менять, потому что есть понятие располагающий тон. Вот тембр приятный, не высокий, не низкий, а вот такой успокаивающий, вот у тебя такой. Я не стала бы его сильно менять. Мы не забираем ни у кого его лавры, актеры дубляжа. Мы не называемся как действительно актеры дубляжа. То есть это название команды. Не название профессии, а название команды. Да, они... Мы страшный сон актера дубляжа. Мы страшный сон. Знаешь, страшный сон настоящих актеров дубляжа. Подождите, но вы же озвучиваете сейчас сериал. Вы настоящие актеры дубляжа. Да, озвучивание. Мне кажется, Яндекс.Навигатор когда-нибудь к тебе все-таки придет, скажет, ну уже надо нам с тобой записать это. Я этого жду. Но вы, конечно, лучшая. Анна Квинн Шатилова. Ой, да. Спасибо вам большое. У вас как-то вот хорошо все получается. Мне кажется, будет супер. Я расхожусь. Ощущение, что я вкололась, как говорят иногда. Ой, дикторы вкалываются. Нет, я вам рассказываю. Мы, программа «Время», да, наши операторы в студии в девять сидят, почти спят, ждут. Ну что, они готовы, камера готова, все, объектив протер, все. И мы, дикторы на девять, мы бегаем, как сумасшедшие, за две минуты. У нас текста нет, у нас первых страниц нет. Мы, как сумасшедшие, быстро садимся. Один у нас оператор все время, он сидел так, свой сон и говорит, дикторы вбегают, вкалываются, что ли, они, потому что мы влетаем, действительно, как будто мы, так сказать, вкололись. Мы сумасшедшими влетаем от того, что эфир, а у нас еще текста нет. Понимаешь? Сейчас такого быть не может. Телесуфлер, с утра, все готово. Каждый из вас может сесть, и вот он, но суфлером тоже надо владеть. Ребят, спасибо вам большое. Мне было очень весело. Вам было весело? Супер. Всем было весело. Я надеюсь, действительно, что это было весело. Да, очень весело. А мы будем следить за вами. За вами. За вами. Пожалуйста. За вами подписки, слежки. Нет, это как вчера, вот этот анекдот про «У вас больше нет супа в хлебе?» А, да. Нет, но у вас есть хлеб и есть суп. Такой тупой, классный мультик, называется «Крутые движения». Там просто маленькие скетчи. Скажите, у вас есть суп в хлебе? Нет, мы больше не продаем суп в хлебе. Так, окей. У вас есть суп? Да, у нас есть суп. А у вас есть хлеб? Да, у нас есть. Ну, типа, все. В чем проблема сделать суп в хлебе? Да? Ну, короче, это тупые, прикольные. Да нет, это зайдет. Мне тогда это вашим голосом это смешно. Представляете, я бы это рассказала, мне бы сказали, и что ты, ну и что это вообще, о чем это? А когда вы, ну, то есть, вы понимаете, да, тут усиливается этот эффект, потому что, опять же, опять мне кажется, что я твой голос где-то слышала, и от этого еще смешнее. Мне кажется, вы с друзьями другая немножко. Такая. И голос немножко. Ну, я с вами еще тут расслабилась обычно, я вообще ой, покерфейс. Комплекс отличницы, это тема такая, что... Мы с тобой поговорили, да. И у нас еще есть песня, которая называется, которая называется «Ретроградный Меркурий». Мы, у нас фит с Анисой, мы записали, да. Такая будет песня. Так что, ребята, спасибо. Видите, я как заскромничал сразу, когда вот заговорил о важном, понимаешь. О себе почему-то вот ты не можешь сказать. А так всегда. Поэтому, поэтому, скачивайте, группа «Главная роль». На всех цифровых платформах есть песни группы «Главная роль». Спасибо. Передаю знамя тебе. Спасибо. Вот теперь я спокойно уже. Как прошел ваш день в детском лагере? Значит, это свечечка. Так что тоже подписывайтесь, скачивайте, скоро выйдет сольный «Ипи». Так что, всем счастья. Спасибо. Ипи, мистер Баума. Спасибо. Я очень довольна. Спасибо. Привет. Молодец.